Приветствую вас. По описанию вашего текста, по описанию вашего состояния, можно сделать такое робкое предположение, что речь идёт о навязчивых мыслях, о навязчивых мыслях, речь идёт о навязчивых мыслей, которые вас посвящают, ну как бы, на почве еды, вот, и, соответственно, беспокоят. То есть, есть, значит, какое-то тут, на мой взгляд, проявление, проявление этого, то есть, проявление о навязчивых, ну, мне так, по крайней мере, видится данный вопрос и данный процесс. Вот, я, конечно, тут могу ошибаться. А, значит, ну, соответственно, это явление нужно изучать, потому что не очень понятно, как оно вас образовывается, не очень понятно, как у вас оно появилось, да, в результате чего оно у вас появилось, это явление, да, то есть, как бы, ну, как давно вы, например, чувствуете, что у вас имеется подобное отношение, допустим, к еде, то есть, как давно вы, к примеру, чувствуете, что, ну, что не можете видеть где-то. В какой момент это произошло, не связано ли это, значит, с какими-то событиями, которые, которые, ну, могли происходить в вашей жизни в последнее время, или, может быть, до, ну, может быть, еще раньше, вот. То есть, тут вот такие моменты, их нужно обязательно учитывать, потому что, вполне возможно, что, что-то из этого на вас все-таки оказывает свое влияние, вот. И, в общем-то, свое достаточно серьезное влияние, вот. А если это, действительно, навязчивые мысли, то есть, если вы, вот, ну, если вы, действительно, не можете избавиться от этих, от этих идей, идеи о том, что, ну, вот, как, то, что вы описали, да, то есть, тут, как бы, не очень понятно, вот, мысли в голове, что голод мой будет настолько силен, что, если не поем, не думаем, мне будет плохо физически. То есть, тут, тут, как бы, не очень понятно, к сожалению, что вы хотели сказать. Вот. А может быть, вы имели в виду, что вам будет плохо физически, если вы не поедите, но, поедите вне дома, да, то есть, как бы, не очень здесь понятно и ясна ваша позиция, но я думаю, опять же, что это можно, в принципе, поисследовать, да, и это можно, в принципе, ну, понять, да, определить, в чем конкретно у вас причины, да, в чем конкретно у вас сложности, что конкретно с вами происходит, вот, и, соответственно, тогда появится больше возможности оказать вам такую, может быть, ну, более направленную помощь, вот, чем то, что вы пишите сейчас. Далее, хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы свой вопрос не задаете. А, так, вот, вот. Вся проблема в том, когда я вне дома, в меня еда не лезет, нет особого аппетита, аппетита. А, ну, пока что, по описанию, опять же, получается, что вы себе, ну, ни много ни мало запрещаете, если не дома, то есть, как будто бы, знаете, какой-то запрет на это вот ставить. Вот, я, конечно, не знаю, да, то есть, может быть, я ошибаюсь, но вот, пока что мне видится, не видится, не видится так, что вы запрещаете себя в детстве дома, почему-либо. Возможно, это у вас из детства было, ну, идёт, идёт из детства, что я, там, к примеру, я не должна есть где-то, кроме, кроме дома, вот, то есть, тут, как бы, такая история может быть, ха, вот. Хотя, конечно, тут, опять же, ну, не совсем это можно однозначно проектовать, вот, и лучше всё-таки убедиться, в том, что это действительно так, что никакой ошибки здесь нет, и, собственно говоря, быть не может. Ну, самое что, если мы ошибёмся, да, то дадим вам неверные рекомендации. Ну, а для этого, опять же, нужно с вами поговорить и поисследовать ваше состояние, вот. А, ну, вам, может быть, вопросы задавать определённого рода, и тогда, я полагаю, в результате вот этого самого интервью, вам будет, а, ну, нам будет более понятно, что, что вообще с вами происходит. Баузи вам можно будет помочь. На этом всё, надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад поночь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!